Привет, дружище! Ну что, ты посмотрел, наверное, уже предыдущую серию, где я раздавал деньги за то, как мне отвечали на мои вопросы. Правильный ответ был ценой в 10 тысяч долларов, ну точнее, вирт. Самбовская валюта, она такая, да. И сегодня я решил снять уже вторую серию, где я буду раздавать деньги за правильные ответы на мои вопросы. Сегодня у нас будет тематика математика, и она будет где-то за 7-9 класс. Думаю, что большинство игроков самбо уже достигло этого уровня, и я надеюсь, они смогут ответить правильно на мои вопросы и получить за это деньги. А я напоминаю, правила очень простые. За каждый правильный ответ игрок будет получать 10 тысяч вирт. Всего у игрока будет 5 вопросов. Максимальная сумма, которую он может заработать, составляет 50 тысяч вирт. Ну что, я желаю всем удачи, желаю вам приятного просмотра. Надеюсь, что вы не забудете поставить лайк, подписаться на канал, ну и написать комментарий. А также, предлагаю вам вместе с игроками, участниками, отвечать на вопросы, и написать в комментариях, насколько правильно вопросов ответили именно вы. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Ну а я решил сразу же взяться за дело, арендовать такси. И, наверное, поедем сразу на Респа, поищем кого-нибудь там. Если кого-нибудь найдем, то сразу у них будем спрашивать вопросики. Если мы никого не найдем, то поедем опять по фермам, и, может быть, заедем опять к грузчикам. Так что посмотрим по ходу дела, как у нас все пойдет. И, надеюсь, что мы найдем наших участников достаточно быстро. Но пока я еду, у меня появилась еще одна идея для данной рубрики. Как вы смотрите на то, чтобы проверять не только новичков, но и участников каких-нибудь фракций. Там, например, ездить по бандам, по полицейским департаментам и тому подобным фракциям. И смотреть, как там будут отвечать те или иные игроки. Конечно, вряд ли со мной захотят в этом всем участвовать лидеры фракций. Так что будем искать обычных участников, которые будут не против поучаствовать в данном мероприятии и заработать легкие 50 тысяч. Приехал на спаун первого левела. И здесь достаточно грустная картина. Здесь все стоят в АФК, лежат, спят. И особо никто не играет. Поэтому давайте поедем, скорее всего, на ферму. Хотя, может быть, этот бомжик хочет к нам сесть. Нет? Не хочешь? Ладно, давайте, короче, поедем сейчас на нулевую ферму. Посмотрим нашего участника там. Я очень надеюсь, что мы его найдем. А если нет, то следующее включение будет, когда я его уже найду. И, так скажем, подцеплю на крючок. И начну ему задавать вопросики. У меня получилось найти живых игроков. Я объездил все фермы, только не заехал на ферму, которая находится возле Лас-Вентураса. И я совсем не смог никого найти. То есть, все фермы, они пустовали. Я уже начал думать, где все эти 400 игроков, которые играют сейчас на сервере. Но оказывается, что они вот, они все находятся вот тут. И давайте выберем рандомного участника, который мне просто вот случайно попадется. С которым я начну разговаривать. Ну и вот тут челик бегает, обычно мешки переносит. Скорее всего, он еще не прокачанный. И можно, наверное, ему предложить заработать первые деньги. Как-то даже жалко его стало. Он только зашел, таскает эти мешки, пока все остальные там, вон, катаются на машинах. Надо хотя бы как-то ему, наверное, помочь. И давайте все-таки позадаем, наверное, ему вопросики. Вот, осталось его поймать, чтобы он не убежал. Так, я вроде смог его остановить. Я тебя выбрал как случайного участника для конкурса. Приз 50 тысяч верт. Тебе нужно просто ответить на 5 вопросов. Тема математика, класс где-то седьмой. Первый вопрос, что тяжелее, 1 килограмм ватты или 1 килограмм железа? Одинаково. И это верный ответ. Он получает первые 10 тысяч. Второй вопрос, чем отличается отрезок от прямой линии? И все верно, он второй раз отвечает правильно. Отрезок имеет начало и имеет конец. Линия, она не имеет конца, но имеет только лишь начало. Ну и третий вопрос, чем? Измеряют углы. Как вы видите, я задаю достаточно легкие вопросы, которые, наверное, знает чуть ли даже не человек из 5-3 класса. То есть, здесь даже можно сказать вопросы уровня начальной школы, когда вот детей всему этому обучают. Поэтому вопросы прям максимально легкие. Но, к сожалению, похоже, не знает ответ на этот вопрос. И он не получает заветные 10 тысяч. И его приз становится уже меньше. Так что, его ответ, там линейка треугольная какая-то. Нет, к сожалению, это транспортир. Четвертый вопрос. Чему равна четверть часа? Ну, надеюсь, что вы все знаете, чему она равна. И он снова отвечает правильно. Правильный ответ, как вы уже поняли, 15 минут. Ну и пятый. Последний вопрос. Достаточно, кстати, сложный из всех. Это сумма углов треугольника. Нет, не три. Имеется ввиду не количество треугольных углов. Точнее, просто углов треугольники. Имеется ввиду их сумма. Не, не сколько углов. А сумма градусов. Ну и я начинаю думать, что он уже не ответит на этот вопрос. И он почти был верен. Он ответил 80, а нужно было 180. Он забыл одну цифру в начале. И, к сожалению, он ошибается. Он нас благодарит за конкурс. Так что я его тоже благодарю за то, что он принял участие. Желаю ему удачи. Он был молодец. Он ответил на 3 из 5 вопросов. Так что он красавчик. А мы давайте перейдем к тому, что будем искать следующего нашего участника. И искать мы его будем, опять же, на грузчиках. Наверное, это будет основная моя площадка. Так что, если вы увидели этот видеоролик и захотели попасть, то ищите меня на грузчиках. Я, скорее всего, буду здесь часто бывать для того, чтобы искать новых участников для конкурса. Привет. Я выбрал тебя как случайного участника для конкурса, приз которого составляет 50 тысяч эвирт. Не желаешь принять участие? Отлично. Она или он желает принять участие. И давайте опять пройдемся по 5 вопросам. И зададим уже, который мы слышали вопрос. Это сколько сумма углов треугольника? Какой-то странный ответ «да». А я имею в виду, сколько сумма углов треугольника. Ну и она уже уходит в АФК, что, скорее всего, говорит о том, что она пошла искать в интернете, либо же еще где-то искать подсказки, что есть очень-очень плохо. И если она еще раз уйдет в АФК, то я не засчитаю ответ. Ну и первый ее ответ 30-35. Он был неверный. На самом деле, как вы уже помните, ответ 180 градусов. Но мы давайте перейдем ко второму вопросу. Ну и второй вопрос. Чему равен угол квадрата? Наверное, это самый легкий вопрос. И она, короче, отвечает «ХЗ» и просто убегает. Наверное, я ошибся в выборе участника. Ну и давайте я попробую найти еще одного участника. И, скорее всего, он будет мужского пола, потому что женский пол у нас немножко проигрывает. Угу. Мне кажется, я нашел наконец-таки нам нового участника. Сейчас он быстренько переоденется. И я его заберу буквально минут на 10 для того, чтобы задать ему 5 интересненьких вопросов по математике. Я выбрал тебя как случайного участника для конкурса, приз которого составляет 50 тысяч вирт. Не желаешь принять участие? Ну, смотря что делать нужно. Нужно отвечать на вопросы по математике. Нужно ответить на 5 вопросов по математике. За каждый правильный я даю тебе 10 тысяч вирт. Наконец-то спасибо, великие боги Сампа. Он согласился ответить на мои вопросы, но он, скорее всего, не ответит. Надеюсь, что ты сомневаешься, братишка. Вопросы будут очень легкие. Я уверен в этом. Ну и первый вопрос. Это чем измеряют углы? Транспортир. Отлично. Ты зарабатываешь первые 10 тысяч. Ну и он, короче, начал сомневаться в том, что он правильно ответил. Уже хотел поменять ответ, но я вовремя ему сказал, что это верно и ему не придется менять свое решение и он получает свои первые 10 тысяч. Давайте перейдем ко второму вопросу. Ну и второй вопрос. Вы его тоже уже слышали и на него уже был дан верный ответ. Это что тяжелее? 1 килограмм железа или 1 килограмм ваты? Железо. К сожалению, он ошибся. Здесь верный ответ одинаково. Так, и пока я печатал ему ответ, что это неверно, он написал не. Ну, надеюсь, что он... Все. Отлично. Он отвечает одинаково и это верный ответ. Ну и третий вопрос. Можно ли при умножении двух или более чисел получить ноль? Только умножение? Да, имеется в виду только умножение. И его ответ нет. И это ошибочный. Потому что, если вы будете умножать последним действием число на ноль, то вы получите ноль. Ну и так, чтобы я его переспрошу, уверен ли он. Ну, да, он уверен. И, к сожалению, это ошибка. Ну и четвертый вопрос. Это легкий вопрос. Прибор для построения окружности. Я думаю, что каждый забывал или просто не носил этот циркуль верно в школу и всегда просил его у кого-то или вообще рисовал круг от руки, а потом получал за это. Ну, лайк, если это жизненно. Ну и последний, пятый вопрос. Что такое радиус? Ну, я думаю, он прекрасно понимает, что после вопроса про окружность и циркуль должен идти вопрос, связанный с радиусом. Что же он значит? Ну, ладно, это отрезок, который идет от центра к окружности. Ну, думаю, я более-менее понятно выразился, но я ему желаю удачи. Он был молодец. Он отвечал на вопросы правильно почти все. И даже ему везло. В какой-то степени он успевал исправиться и за это получал деньги. Ну и он зарабатывает 30 тысяч, за что он меня благодарит. Я его благодарю за то, что он принял участие и желаю ему удачи. Ну и он понял, что это канал на ютубе и сейчас я ему его скажу. И я назвал ему название канала и сообщил, что уже завтра он может ждать видосик. Скорее всего, днем. Так что, братик, если ты будешь смотреть этот видеоролик, то ты молодец и приятного тебе просмотра. Ну а на этой ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Так же, ребятки, ну, нужно знать математику. Как минимум до седьмого класса постарайтесь ее учить, не забрасывать. И поверьте, именно до седьмого класса программа вам точно понадобится. Поэтому не надо кричать, что зачем мне это, мне это в жизни не пригодится. Нет, это вам пригодится даже для того, чтобы в сампе заработать 50 тысяч вирт. Ну что, всем удачи, всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok